Друзья, это Большая Рыба. Меня зовут Александр Колп и сегодня мы в Киеве. Мы находимся в торговом центре SkyMall и мой гость сегодня Виталий Писаренко, коммерческий директор и акционер сети кинотеатров Multiplex. У меня в руках вы можете видеть символ наших кинотеатров, это попкорн. Скажу по секрету, что это соленый попкорн и он пользуется наименьшей популярностью среди нашей аудитории. Это не единственный инсайт, который вы можете узнать из сегодняшнего интервью, поэтому если вы хотите разобраться, как вообще работает бизнес кинотеатров, то вам обязательно нужно посмотреть всю передачу, поставить лайк и если у вас будет такое желание, оставить комментарий к нашему интервью. Виталий, приветствую. Привет. Как ты пришел в бизнес, как проявился твой предпринимательский опыт? Я получил экономическое образование и еще на последнем курсе я пошел в консалтинг. Это стратегический консалтинг, одна из европейских компаний. Три года я там отработал, для меня именно вот это заложило основу для дальнейшей деятельности. То есть все равно консалтинг это консалтинг. Мы все понимаем, что в принципе ты основные навыки получаешь в бою. Были какие-то интересные случаи там в детстве, в подростковом возрасте, когда ты начал зарабатывать деньги уже самостоятельно? Могу пару случаев вспомнить. Первый это, мне было года 4, я жил в Китае, и там же жила моя тетя. И она нашла нам работу по озвучке ролика какой-то лапши, вот этой быстрого приготовления. Нет, они хотели выйти на какой-то рынок русскоязычный. Ну, года 4, наверное, 4 или 5, где-то так. Тебе было всего 4 года, когда ты записывал, уже участвовал в консалтинге. Да, да. Дальше, как, собственно, то есть до университета еще были какие-то случаи? До университета, ну, такой, скорее, как анекдот. У меня были часы, ну, я какое-то время уже их поносил, мне их там папа из Америки привез или что-то такое. Ну, обычные эти детские, пластмассовые. И кому-то там в школе они понравились, говорят, слушай, ты продашь. Я такой, ну, с одной стороны подарок, с другой стороны они мне уже и самому как-то надоели. И я продал, потом, ну, честно, папе там позвонил, говорю, продал часы. Я удвоил сумму. Он говорит, а за сколько? Я говорю, ну, за столько. Он такой, о, молодец. Какая сумма была? Да там что-то смешное, типа 15 или 20 долларов. После консалтинга, как ты пришел к бизнесу, в котором ты сейчас акционер и коммерческий директор? Ну, это вообще семейный бизнес. И я изначально, еще работая на другой работе, начал им заниматься в качестве члена совета директоров, который на тот момент существовал. И тогда я начал разбираться в принципе, что это за бизнес, как он работает, на чем мы зарабатываем и так далее. Семейный бизнес, кто-то из родственников является основным акционером? Да. А кто это, если не секрет? Ну, я бы не хотел афишировать, но для нас это семейный. В чем, на твое усмотрение, ключевое отличие семейного бизнеса от несемейного бизнеса? Что касается семейного бизнеса, я в последнее время и много узнал про это, и много думал об этом вопросе, потому что мы познакомились с одним очень интересным человеком. Он является председателем Ассоциации семейного бизнеса Украины, и мы довольно много общались. Это Владислав Бурдак. Да. Это владелец сети магазина «Вантошка» и «Европродукт». Я вот знаю больше про «Вантошку». Да, это такой самый, наверное, известный и массовый из его брендов. И мы с ним постоянно общаемся о тех челленджах, которые перед семейным бизнесом стоят, и которые специфические именно для семейного бизнеса, и о тех возможностях, которые дает именно вот такая форма организации. Слушай, я так понимаю, что основная возможность – это капитал, которая позволила тебе стать коммерческим директором, акционером сети кинотехниров. Смотри, я на самом деле занял должность коммерческого директора, не потому что я имею какое-то отношение к этой компании. Я на тот момент имел достаточную квалификацию для того, чтобы эту должность занять. К членам семьи или к твоим друзьям должно быть отношение, на самом деле, более жесткое, чем к человеку со стороны. Человек, например, которого ты привел и поставил на какую-то должность, сильно очень ошибается, то, по сути, ты несешь уже сам за это ответственность. Слушай, можешь рассказать более подробно вообще, как происходит процесс отбора фильмов для проката в кинотеатре? То есть существуют какие-то, я не знаю, sales house, существуют какие-то компании, которые специализировано отбирают, или это, собственно, ваш отбор, ваша ответственность, что поставить в прокат? На территории Украины у всех мейджор-студий, это те, кто делает большие блокбастеры, такие как Disney, Warner Brothers и так далее, у всех этих компаний есть свои представительства на территории Украины. Даже не представительства, это дистрибьюторы, то есть это те, у кого есть эксклюзивные договора на то, чтобы этот контент распространять здесь. В принципе, все фильмы студий-менеджеров, это качественный продукт, который востребован среди зрителей, и поэтому мы его берем. Абсолютно все, что есть на рынке Украины, абсолютно все становится в прокат, или нет? Нет, это я говорю о том, что производят мейджор-студии. Да. Дальше идет, скажем, несколько градаций. Есть, во-первых, еще украинское кино, есть западное кино, которое не мейджор-студии производят, и есть там всякий арт-хаус, авторское кино и так далее. И если есть, допустим, какие-то безусловные вещи, которые нам даже не нужно смотреть, чтобы понять, что это нужно взять, как Мстители, например. Ну, потому что как мы можем не взять Мстителей? Стосовно твоего плана, виначе ничего-то насправде цехрин. Ну, я не знаю, это вам решать, как вы можете не взять Мстителей. Не, ну, если мы хотим выстрелить себе в ногу, то... А, я понимаю. Все равно на текущий день у нас в прокате там 50 возможных позиций, вы можете поставить там 10 позиций. По какому принципу вы отбираете те позиции, которые поставят себе в кинопрокат? То есть тут появляется какое-то окошко для украинского кино, тут появляется для арт-хауса и еще для чего-то. То есть ты можешь сформировать, вот, дать ответ на то, как вы формируете этот микс? Мы общаемся со всеми дистрибьюторами, они тоже общаются между собой, поэтому ситуации, когда в один день выходят... А фильмы вообще выходят каждую неделю. Но ситуации, когда все выходят там скопом очень много, и ты не знаешь, как их рассадить, они не так часто на самом деле случаются. Также это зависит от кинотеатра. Есть у нас кинотеатры, в которых 13 залов, например, и там особых проблем с тем, чтобы все поместились нет. Там главный вопрос – это кому ты сколько дашь экранного времени. Как устроен процесс отчисления кассового сбора вашему дистрибьютору? Или вы полностью выкупаете контент и дальше уже на свое усмотрение, скажем так, разделяете эти риски по окупаемости и неокупаемости фильма? Или вы отчисляете процент из кассы? Наши риски в том, что мы вложили много денег в то, чтобы построить кинотеатры, сделать ремонт, купить все это дорогостоящие оборудование и так далее. Поэтому по фирмам мы риски не разделяем, мы разделяем только бокс-офис. То есть от каждого проданного билета мы делаем отчисления дистрибьютора. А какой это процент? Ну, есть варианты, но, скажем, стандарт – это 50 на 50. Что касается украинского кино, есть ли какие-то успешные или там, скажем так, позитивные движения в этом направлении? Позитивные изменения есть. Во многом этому помогает программа господдержки. Это не здесь придумано, это на самом деле мировая такая практика, что государство поддерживает кинематографа, особенно когда он недостаточно развит, как у нас здесь было, и на самом деле есть. Как это касается у нас? Она только начинает развиваться. У нас это касается напрямую, потому что появляются украинские фильмы, мы ставим их в прокат, и люди на них приходят. Это супер, мы очень любимые. Но я понимаю, что все равно кассовые сборы меньше, чем у топов мэджор-студий. То есть в чем смысл вам, скажем так, рисковать своей кассой ставить украинское кино? Ну, помимо вещей, связанных с патриотизмом и так далее. Ну, патриотизм – это дело хорошее, но для нас нет смысла ставить украинский фильм, просто потому, что он украинский. У нас есть коммерческое предприятие. Ну, коммерческое предприятие, правильно. Вы должны зарабатывать деньги. Вот, собственно, как вы справляетесь с этой логикой? Ну, они на самом деле уже начинают зарабатывать. И, как правило, мы на самом деле с продюсерами общаемся и помогаем им выбрать ту дату, когда этот фильм с большей долей вероятности будет успешным. Да, то есть брать и выпускать украинский большой какой-то, по украинским меркам, большой релиз вместе с Акваменом, например, или с фантастическими зверьми. То есть вы стараетесь развести? Да, лучше их развести, относительно выбрать правильную свободную дату, и тогда мы сможем хорошо расставить этот фильм. А у людей интерес есть. Понятно, что до вершин самых крупных голливудских блокбастеров пока еще ни один украинский фильм не добрался. Но они уже показывают довольно неплохие результаты. И вот особенно за последний год, на самом деле, было несколько таких проектов, которые по украинским меркам можно назвать прорывными. Ты можешь назвать какие-то проекты? Конечно. Например, «Дзидзё». Это была такая первая ласточка в этом направлении. Фильм с довольно невысоким бюджетом, но благодаря вот этой фигуре центральной этого исполнителя, благодаря тому, что он правильно построил, опять же, вокруг себя эту всю рекламную кампанию, фильм показал хорошие результаты. Опять же, вышел он в пустые даты в сентябре, когда особо там ничего вокруг сильного не было. И класс, люди ходили. Хороший результат для вас это что? Какая это касса? Это относительный показатель. То есть для «Дзидзё», который собрал в украинском прокате около 25 миллионов гривен, я сейчас точно не скажу, но порядка такого. По всем кинотеатрам или это только ваша сеть? По всем кинотеатрам. Для такого проекта это хороший результат. Сколько «Мстители» могут создать? Ну вот в апреле вышла четвертая часть «Мстителей», они по стране собрали больше 100 миллионов гривен. 100 миллионов гривен против 25 миллионов гривен. Ну да. Но это мы берем только украин. Какая доля вашего проката? Зависит от фильма в среднем около 35%. Скажи, пожалуйста, из чего вообще состоят доходы кинотеатра? То есть я знаю, что вы обеспечиваете, продаете где-то в день 25 тысяч билетов, вся сеть «Мультиплекс» в день. Правильно? Да, то есть ну 20-25 тысяч. То есть в принципе, если посчитать там на количество дней в году, то ваш оборот около 20 миллионов долларов. Так ли это? Больше. Больше? Конечно. Что еще входит в статью доходов? То есть попкорн, реклама. Можешь привести примерную разбивку цифр? Ну основная статья доходов для нас это по-прежнему билеты. Мы в прошлом году продали более 9 миллионов билетов. 9 миллионов, средняя стоимость 50 гривен, да? Больше. Больше? Конечно. Какая средняя стоимость билета? В долларах? В долларах? Около трех. 3 и 50, ой, 9 миллионов, то есть мы считаем 27 миллионов долларов. Оборот. По билетам? Да, около того. Что еще приносит доходов? Ну еще есть наши попкорн-бары. Попкорн-бары полностью ваши? Конечно. А какую долю генерируют попкорн-бары? Они зарабатывают меньше, чем билеты. Ну я думаю, да, должны, наверное. Насколько меньше? Плюс-минус в два раза меньше, чем билеты. То есть на попкорне вы делаете более 10 миллионов долларов? Получается так. Попкорн еще имеет более высокую маржинальность, чем билет. Это то, что позволяет нам получать прибыль. То есть можно сказать, что вы прибыль зарабатываете, основную прибыль получаете в попкорна, а не с просмотра самого кино? Если бы попкорна не было, то, наверное, мы бы где-то около нуля страдали бы, скажем так. А за счет того, что есть попкорн, у нас есть дополнительное благо, которое мы предоставляем, и оно позволяет нам быть прибыльными. Некоторые люди жалуются вообще, что попкорн раздражает в кинотеатре. Ну и твоя точка зрения на эту позицию? Ну, это часть культуры, я так считаю. И наоборот, есть, поверь мне, больше людей, которые не мыслят себе поход в кинотеатр без попкорна. Их больше. Видите ли вы большую конкуренцию все-таки с онлайн кинотеатром? Как показывает... Как показывает американская практика, от развития этих сервисов, это VOD называется, от развития этих сервисов больше пострадали кабельные сети. У нас эта история, по сути, не развита, потому что в Америке это огромная индустрия, и такие компании, как Comcast, например, они все очень сильно пострадали от развития именно VOD, потому что это все относится к категории развлечения дома. И развлечения дома конкурируют больше друг с другом, чем с out of home. У вас есть какое-то арт кино, я видел, что вы играетесь в том числе с какими-то трансляциями матчей, документальными фильмами и так далее. То есть вы пытаетесь экспериментировать? Или это не эксперимент, это формат? Ну, какие-то вещи остаются экспериментами, какие-то становятся живыми бизнес-моделями, как с тем же футболом. Я это, честно признаюсь, подсмотрел в другой стране, что я сходил на футбол в кинотеатр, это было немного необычно, но это было супер. Мне это очень понравилось. Я смотрел финал Лиги Чемпионов тогда, и это еще было с живым комментарием, то есть там был вообще суперэксперимент, мы пока, к сожалению, с живым комментарием еще не делали. И я привез эту идею сюда, и мы начали договариваться с правообладателями, договорились, начали транслировать. Поначалу оно заходило не очень хорошо, а вот, например, сейчас был финал Лиги Чемпионов, который в Киеве проходил, и мы продали более трех тысяч билетов. Какая цена у нас билета была? По-моему, она была чуть выше, чем обычная цена билета в кино, в зависимости еще от региона, около 100 гривен. 100 гривен на 3 тысячи, то есть вот там 300 тысяч собрали. Где-то так. Ну, то есть нормально такая касса. Ну, за один вечер. Один кинотеатр. Какой у нас самый большой по вместимости? Сколько мест? Лавина Мол, 2,5 тысячи мест. 2,5 тысячи мест, один кинотеатр, один сеанс. В среднем сколько попкорна покупают на 2,5 тысячи мест? В литрах? Давай в литрах и в деньгах. Ну, вот в литрах примерно каждый чуть больше литра человек съедает попкорна. То есть на 2,5 тысячи мест вы продадите 2,5 тысячи литров попкорна? Больше. Ну, я понял, ну, средняя стоимость литра? Грин 30, наверное. 30 и стоимость билета 60 или сколько стоимость билета? Около 70 с чем-то там. 70, то есть получается, в принципе, вы делаете еще полкассы исключительно за счет попкорна. Ну, я же так и сказал. Круто. Мы купили тут такой аппарат для мороженого, мягкого. И делаем с ним всякие штуки. Мы сейчас будем, не знаю, есть, пить мороженое с кофе и попкорном. Ну, потому что мы же кинотеатр, и как мы без попкорна. Ну, правильно, без попкорна. Я так понял, у вас вообще без попкорна бизнес не складывается. Можно сказать, наверное, что у вас бизнес попкорна, а кинотеатр такой, точка привлечения. Нет, наш бизнес – это поход в кино. А поход в кино, он складывается из всего. Для меня он начинает сообщение с приложения, да, когда я захожу, смотрю, какие идут фильмы. Если какой-то фильм, я не знаю, я посмотрю трейлер, выберу сеанс, выберу кинотеатр. Слушай, а сколько у вас приложений установлено в Украине? Больше 600 тысяч установок. 600 тысяч? А что вы трекаете по пользователю? Если ты покупаешь билеты онлайн, то мы знаем, на что ты ходишь, как часто ты ходишь, на какие страницы ты заходишь у нас на сайте. Как вы эту информацию используете для маркетинга? У нас есть CRM-система, и мы вообще хотим максимально таргетированные предложения делать людям. То есть, если я знаю, что ты любишь боевики, я тебе отправляю, Саша, сходи. Все, как ты любишь, боевик, со спецэффектами. Ты же любишь по пятницам ходить. Пожалуйста, вот мы для тебя уже забронировали места, только добавь воды. Какая частота похода среднестатистическая, частота похода украинцев в кинотеатр? Можно разделить количество проданных билетов на количество жителей. Такой подход. Это будет процент людей, которые вообще ходят в кинотеатр. Давай так. Я тебе скажу честно, мы много искали статистики, общались с разными именитыми фирмами, которые такими штуками занимаются. Но качественных данных по нашему рынку нет. Но у тебя есть количество уникальных пользователей, которые ходят в мультиплексе? Нет, я не могу его писать. То есть вы вообще никак не трекаете? Только через мобильное приложение? Мобильное приложение есть у всех. Мобильное приложение, а завтра пришел на кассу и купил билет за... По карточке лояльности, по телефону меня проверить. Всех трекать все равно не получается. Ну, в принципе, к этому можно смеяться. Кстати, программа лояльности у нас буквально на днях начинает тестироваться в этом самом кинотеатре. Будет тысяча счастливчиков, которые будут первооткрывателями. Она у нас получилась очень крутая, интересная. И мы тестируем больше на предмет того, чтобы она нам не пошла в убыток. Потому что она как-то получилась очень интересной для зрителей. Сколько здесь посадочных мест в Скаймоле? Сколько здесь залов и сколько мест? Здесь сейчас 10 залов и, по-моему, 1700 мест. 1700 мест. Вы приводили цифру, что вы потратили 5,5 миллионов на открытие. Это, скорее, была цифра про лавину. Про лавину. Здесь меньше залов. Лавина 13 залов и 2,5 тысячи мест. 2,5 тысячи мест, 5,5 миллионов. То есть, грубо говоря, одно человека место в 2,2 тысячи долларов. То есть это достаточно серьезно. А капиталовложение, а сколько нужно времени, чтобы окупить? Мы в целом себе закладываем в среднем где-то 5-7 лет. 5-7 лет? То есть наполняемость при окупаемости 5-7 лет, какая должна быть? 70-80 процентов. Ну, если самолет летит в минус, если наполняемость уже меньше 80 процентов. 70-80 процентов такой наполняемости нет. Потому что у нас есть 10 утра понедельника, например, сеансы. И понятно, что туда приходит несколько человек. Ну, вы считаете количество проданных билетов? Да. Как вы определяете место, город, где открывать свой кинотеатр? В принципе, нужно начать с того, что количество локаций, оно довольно ограничено. Потому что у нас есть свои специфические требования. Хотя бы по высоте потолков. И по площади. Соответственно, когда какой-то торговый центр имеет площадь 8 тысяч метров, например, то, скорее всего, для нас там просто не останется подходящей площади. Есть какое-то ограничение по количеству населения в городе, которое необходимо для того, чтобы вам открывать кинотеатр? Если говорить об Украине, то есть. Какая это цифра? Где-то 250 тысяч человек населения. Меньше мы стараемся не заходить. Мы считаем это высокорисковыми инвестициями. Ну, хотя вот у нас на следующий год запланировано открытие кинотеатра в Ужгороде. И для нас это такой части, как пробный шар в направлении более маленьких городов. А почему вы выбрали Ужгород? Там все совпало. Там подходящий объект. И Ужгород все считают довольно специфическим городом, потому что там довольно населенная зона вокруг города. Там довольно много туристов. И вот мы хотим попробовать. Мы все равно считаем это более высокорисковая инвестиция для себя, чем многие в больших городах большие молы. Но я надеюсь, что проявит себя хорошо. Сколько стоит попробовать в твоей интерпретации? Немало. Сколько? Ну, это несколько миллионов долларов. Кто инвестор всей истории мультиплекса? На начальном этапе в компанию инвестировал тот же человек, который сейчас является мажоритарным акционером. Ну, по сути, это сейчас мы уже являемся семейным бизнесом. То есть это наша семья. А потом компания, и до сих пор компания все, что зарабатывает, она тратит на развитие. Реинвестирует. А есть сторонние инвестиции? Нет. Например, какой-то фонд? Это все полностью семейный бизнес? Да. Ну, он уже довольно давно развивается. Сколько существует лет? Началось все еще в 2004 году. Именно с Украины? Да. Семья приехала, семья жила здесь? Они жили здесь, но нашелся человек, который родился этой идеей, что нужно сделать сеть кинотеатров. Он нашел инвестора и стал первым директором. Не жалеет? Почему? Мало ли. Люди входят в бизнес, потом говорят, особенно ресторанный бизнес. Лучше бы я не занимался этим никогда. Ресторанный – это сложный, да. Кстати, на одном из объектов, можно сказать, будем заходить в ресторанный бизнес, и мы прекрасно знаем, насколько это сложный и рисковый бизнес, поэтому мы стараемся как-то подойти к этому профессионально, мы привлекаем партнеров, рестораторов для этого, но все равно понимаем, что это совсем другая история, совсем другие риски и так далее. Ты сказал на одном из объектов, это история кинотеатр плюс ли ресторан или отдельный ресторан? Кинотеатр плюс ресторан. Плюс ресторан. Рассланд – это история кинотеатра. Но для нас это важно, в том числе заявить о себе как об игроке в премиальном формате. У нас уже есть премиальные кинотеатры, например, в ТРЦ «Атмосфера». Это формально, наверное, еще Киев. Столичное шоссе. Да, это Киев. Да, я знаю. Вот это премиальный кинотеатр. Туда ходит не так много людей, но они готовы платить за уединение немного больше. Я, например, тоже туда хожу в основном. Развитие технологий VR и так далее, как оно сильно меняет вообще формат кинотеатра? Ну, пока о развитии больше говорят, чем есть о настоящем развитии. Я, в принципе, знаком со всеми технологиями VR, которые сейчас на рынке есть. И то, что меня действительно впечатлило, оно пока не готово к выходу в массы, в продакшен, к сожалению. Почему? Технология несовершенна. И даже само устройство пока не дает какого-то по-настоящему крутого качества. Вау эффекта, да? Ну, да. А твой прогноз? Когда это случится или это еще не случится в обозримом будущем? Сложно сказать. Но, я думаю, лет через пять что-то уже будет такое более массовое. Как вы считаете, какое количество попкорна покупает каждый посетитель кинотеатра? Самую большую, наверное. Да, потому что мы чаще всего большие покупаем. Большие. А какой именно? Самый большой. С сыром. С сыром, да? А вот скажите, почему вы выбираете мультиплекс? Здесь очень уютно, атмосфера очень классная. Цены доступные. А, фильмы? Очень классно. Какие фильмы вы посещаете? Фантастика. Да, мультфильмы новые ходим часто. А сейчас вот будний день и так, в принципе, рабочий день еще не закончится. Вы студенты? Мы школьники. Или вы школьники? Вы прогуливаете школу? Нет. Сейчас у нас каникулы. Сейчас у нас каникулы. А, блин, я уже старый, я уже забыл, что у вас сейчас каникулы. Какой фильм сейчас вы будете смотреть? Темные умы. Темные умы? Ваши впечатления, там, фиксионные фонды и так далее. Ваша социальная позиция, которая также связана с некой такой патриотизмом, можно сказать. В принципе, мне кажется, что рано или поздно все должны к этому прийти. Просто сейчас многие не доверяют государству. Авторское право. Перед каждым фильмом вы показываете сообщение, что видео снимать запрещается, вы боретесь с пиратством и так далее. Реально ли это работает? Были ли какие-то случаи, когда вы человека ловили, привлекали к ответственности и так далее? Мы очень вовремя проводим съемки, потому что вот буквально два дня назад, три дня назад мы поймали одного такого серийного злоумышленника. Это на самом деле серьезное преступление и оно бьет и по нашей репутации, и на самом деле по репутации всей страны. Потому что когда студии получают отчеты, что в Украине сняли пиратскую копию этого фильма, этого фильма, этого фильма, то у них сразу начинают возникать вопросы. Может быть нам эти фильмы выпускать в Украине позже? Или вообще не выпускать? Или что делать с этим? И поэтому для нас борьба с пиратством это очень важно. Это группа, на самом деле даже не один человек, а целая преступная группировка. Бандформирование началось снимать фильмы еще в марте. в Украине. Мы долго их ловили. Спустя несколько месяцев мы его поймали, одного из представителей этой группировки. Они украли, но не материальную собственность, а интеллектуальную собственность. И должны, как за кражу, понести наказание. Как ты считаешь, есть какие-то фильмы, которые могут негативно влиять на мнение общественности в Украине? Я против цензуры. То есть я не про политику, но какой-то фильм, я не знаю. Немецкое кино, французское кино. Слушай, ну честно, я против цензуры. Не потому, что я там занимаюсь кинотеатрами или что-то еще. Еще цензура есть у вас? У нас, ну как, те же российские фильмы сейчас не выходят в прокат. Эта ситуация понятная. Как таковой нет. Есть немного несовременные, несовершенные ограничения по возрасту. Потому что у нас сейчас, если фильм имеет рейтинг 18+, то мы не можем ставить сеансы раньше 6 часов вечера. Хотя вот, например, на выходных, почему бы тебе или мне не сходить на этот фильм и днем. При этом паспорт свой у меня не спрашивают. Ну, у тебя, наверное, не спросят. Ты уже извини. Нет, ну, я понимаю, но бывают случаи, когда, допустим, какие-то скандальные. Да. Когда приходит мама и говорит, там, выпустили моего ребенка на 50-е тело серого. Ты не поверишь, случаи скандальные бывают наоборот. Когда приходит мама и говорит, а чего вы моего ребенка не пустили на этот фильм? Мы говорим, ну, sorry, но это вот не мы, это вот ограничение 18+, его не мы устанавливаем, и мы не можем его пустить. И, ну, бывают скандалы, нам и пишут в книгу жалоб куда-то и так далее. Интересно. Интересные мамы. Да, да. Нет, он должен увидеть эту расчлененку. Как часто покупают онлайн? Какое количество продаж онлайн, собственно? Зависит от фильма. Если уикенд довольно спокойный, никакого супер большого релиза нет, то это порядка сорока процентов. Где-то такие показатели. Сорок процентов покупают онлайн? Достаточно серьезно. Да. А если выходит мега блокбастер и все хотят попасть, все хотят купить билеты на те места, которые им нравятся больше всего, или вообще на какие-то места, чтобы хотя бы остались, то тогда процент увеличивается, потому что... Ограниченное предложение. Да. А какие каналы вы используете для рекламы, еще для промо? Мы ситуативно используем наружную рекламу. Это в основном, когда мы запускаем либо новый продукт, либо новый кинотеатр. Мы довольно широко используем диджитал рекламу. То есть, допустим, какие-то агрегаторы, такие как, там, концерт, карабас, вы используете, нет? Нет, нет. Ну, концерт и карабас, по сравнению с нами, это небольшие билетные операторы. Ну, почему небольшие? То есть они могут заполнить олимпийские полностью. Ну, хорошо. Мы в хороший день у себя в сети тоже. У нас вот рекорд был, по-моему, 95 тысяч человек за день. За день? Да. Это больше олимпийского. Ну да, это больше олимпийского. Что вы в диджитале используете для промо? То есть контекстную рекламу? Да, используем и все стандартные инструменты, мы активно работаем с соцсетями. Ну и для нас сейчас большой приоритет – это персонализированные, таргетированные предложения. Мы много над этим работали и продолжаем работать. С e-mail маркетинг? Я думаю, смотри, e-mail маркетинг – это, скажем, первый шаг. По-хорошему ты должен получать свои предложения в том канале, в котором тебе комфортно их получать. Где учишься? То есть сейчас есть какая-то подпитка бизнес-скиллов, информационных навыков? Откуда ты, собственно, черпаешь знания? Ну, наверное, больше всего черпаю знаний от других людей, с которыми я общаюсь. Из тех ситуаций, которые возникают, ты либо обращаешься к своему опыту, либо к чужому, либо вообще придумаешь какой-то новый выход из этой ситуации. И таким образом ты становишься лучше. В Украине есть примеры компаний, бизнесов, которые тебе нравятся, на которых ты обращаешь внимание? Конечно, есть. Конечно. Можешь назвать? Мне нравится Сильпо, например, Фозе Групп. Ну, я не часто хожу сам в супермаркеты, если честно, но я слежу за их развитием. Они делают кучу правильных вещей с точки зрения отношения к клиенту, с точки зрения отношения к своим локациям. Это один из примеров. Кинотеатр Мультиплекс 36% рынка. Ключевые факторы успеха, чтобы построить настолько успешный бизнес? Ну, мы стойкие. Я так скажу, все-таки за это время было немало ударов, и мы смогли выстоять, мы смогли в тот момент, когда было нужно затянуть по той же пояса. Мы постоянно меняемся. Я думаю, что вот это главный секрет успеха. Виталий, символ нашей передачи – большая рыба. Еще раз спасибо тебе за интервью. Держи. Можешь поставить его себе в кабинете. Какой она порода? Это щука? Я, честно, не знаю, но мне кажется, что это барракуда. Барракуда? Очень похоже на барракуда. Согласен. Спасибо тебе за содержание. Еще раз. Ну и успехов вашему кинотеатру. Спасибо. Успехов вашему. Друзья, это был Виталий Писаренко, коммерческий директор и акционер сети кинотеатров Мультиплекс. Ну, а я вам напоминаю, что у вас есть замечательная возможность задать вопросы Виталию в комментариях к этому видео. Автору лучшего вопроса мы подарим месячный абонемент на двоих на поход в кино. Ставьте лайки в передаче «Большая рыба». Класс. Вот. Молодцы, девочки.